Внешне обвиняемый Сергей Поляков выглядит спокойно, только руки выдают некоторую нервозность. Его ближайшее будущее решится через полтора часа. Сергея Полякова задержали на даче через пару суток после резонансного ДТП. Оно произошло 8 октября на улице Мира. Подсудимый на лэнд-крузере совершил опасный маневр и подрезал автомобиль Киа. Тот от удара ушел на встречную полосу и столкнулся с Митсубиши. Ее водитель позже скончался в больнице. Еще трое человек, в том числе двое несовершеннолетних детей, получили серьезные травмы. Жанна Тутурина была за рулем Киа. Во время оглашения приговора она единственная сидела в зале суда. Повреждения до сих пор беспокоят женщину. Вспоминать о том дне она не хочет. За нее с журналистами общается адвокат. Извинения от него услышали с большим трудом. И то это как бы даже не столько слова были, сколько как бы просто кивание головой. Вы же сожалеете? Кивнул головой на вопрос защитника. Вот такое сожаление было с его стороны. Судебное разбирательство длилось три месяца. За это время сам Поляков отказался от первоначальных признательных показаний, заявив, что они были даны под давлением и в состоянии опьянения. Однако улики, свидетели и ряд экспертиз доказали вину подозреваемого. Он умышленно подрезал Киа, чтобы наказать ее водителя за якобы совершенный ранее подобный маневр. Он осознанно на почве неприязненных отношений пошел на это. Итог всему суровый приговор. По совокупности преступления путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Полякову наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Пострадавшие с этим решением согласны. Также суд обязал Полякова выплатить им материальный ущерб на общую сумму 4 миллиона 800 тысяч рублей. Плюс еще полмиллиона за поврежденный транспорт. Автомобиль Полякова будет продан в счет возмещения вреда. Сторона подсудимого от комментариев отказалась. У нее есть 10 дней на обжалование приговора. Алексей Шапенков, Павел Рютин. Новости сейчас.